Одно из главных спортивных событий этих дней – этап Кубка мира по велоспорту на треке, который велодром Минск-Арена принимает уже во второй раз в истории. Событие особенно и заметное, ведь этот этап в нынешнем календаре первый из шести запланированных. А с будущего сезона такая сетка претерпит изменения, этапов станет три. Кроме того, соревнования в Минске организаторы разбили на четыре, а не на три привычных дня. Но главное – к нам вновь приехали лучшие велогонщики современности – 386 спортсменов, 57 команд из 44 стран. Сражаются не только за медали этапа Кубка мира, но и за рейтинговые олимпийские баллы. Андрей Козлов провел время на велодроме в самой гуще спортивных событий. Именно с одного из главных классических произведений 20 века сегодня началась торжественная церемония открытия этапа Кубка мира. Время – вперед! Георгия Свиридова как символ того, что велоспорт на треке не стоит на месте. Во всех смыслах. Мы с первого раза сделали все очень достойно и не было никаких негативных отзывов. Уже про это говорят люди и уже работает в том числе и сарафанное радио. И люди приходят, и велоспорт уже набирает обороты популярности. А он действительно красивый. Ну а подобную композицию группы Куин с чемпионским контекстом в этот вечер заслужили немногие. Однако все те, кто стал свидетелями борьбы в велосипедном соревновании высочайшего уровня, остались победителями. Помимо того, что это борьба, это еще и в какой-то степени интеллектуальный вид спорта. Кто как рассчитает свои силы от старта до финиша. Есть же соревнования, которые подразумевают проехать по этому треку более ста кругов. Не растерять силы, а дойти первым. Вот как раз в велотреке есть такая особенность, что много интересного проходит непосредственно не только во время соревнований, но и здесь в ядре нашего велодрома. На этих приспособлениях мы в сюжете остановимся. Вот позади меня девушки готовятся вот так вот немножко напряженно к своему старту. Ну а здесь даже вот в таких боксах подготовка не останавливается. Видно, как украинский атлет вот прямо сейчас, еще задолго до своего спорта, продолжает крутить педали. Велосипедом предъявляются специальные требования. Это велосипед национальной команды США. Мы устанавливаем его на специальную конструкцию. Касаемся центра и видим, что проходит ровно над. То есть соответствует требованию. И пока на велодроме Минск-Арена медали разыгрывали девушки, мужчины разминались. Хотя разве по этим лучшим потом подобные манипуляции стоит называть разминкой? Вот так работают обладатели мирового рекорда, как колоритный американец Эштон Лэмби. Оу, да, мне приятно находиться здесь. И я уже в Минске во второй раз. Да, мне очень нравится ваш трек. Отличная разминочная зона, зона для соревнований. Есть абсолютно все. Этап Кубка Мира по велоспорту на треке вновь вышел за рамки спортивного мероприятия. Ведь к нам приехали звезды мировой величины. Одна из самых заметных итальянская велогонщица Летиция Паттерностер, которая уже была в Беларуси, когда во время церемонии закрытия вторых европейских игр несла флаг родной страны. На этапе Кубка Мира вместе с командой девушка завоевала бронзу. Знаете, это действительно очень хорошая организация. Здесь, на велодроме Минской арены. И место прекрасное само по себе. Я очень надеюсь, что завтра смогу намного ближе познакомиться уже с самим Минском. Во время турвизита нашей столицы Летиции Паттерностер в субботу на велодроме Минской арены нашим болельщикам стоит обратить внимание на скретч, ведь в нем будет сражаться за награду титулованный белорусский велогонщик Евгений Королев. И вдвое не будет приятно следить за выступлением Жени, ведь сегодня медальный старт для сборной Беларуси совсем недавно взяла Татьяна Широкова, которая завоевала бронзу в групповой гонке по очкам, обойдя соперниц прежде всего тактическим. На недавнем чемпионате Европы в этой же дисциплине она выиграла серебро. Андрей Козлов и Николай Лошкевич, агентство Тельновостей.